Эта набережная тоже очень долгожданный объект для населения, для гостей города. Она действительно еще в советское время планировалась и к 2018 году была построена. И сразу стала одним из самых популярных мест среди жителей Барнаула. Сегодня в Нагорном парке почетный гость Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». Политик оценил, как менялось пространство в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Кстати, возможно, скоро Нагорный парк может стать знаковым местом и еще по одной причине, если здесь установят стелок город трудовой доблести. Самое важное, что решение по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. Здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование, всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. И главное, о чем это говорит, о том, что за счет вот этого проекта мы смогли еще и вернуть к исторической памяти молодое поколение. Молодежь, которая сегодня проявляет большой интерес к малой родине, будет сподвигать на получение образования и приложение своих усилий для прославления Алтайского края. Указ о присвоении Барнаулу звания города трудовой доблести был подписан президентом 20 мая этого года. Во время формирования заявки было поднято более 300 архивных документов. Напомним, во время Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано около 100 предприятий, из них 14 крупных в Барнаул. О трудовой доблести говорят и цифры. Каждый второй винтовочный патрон делали в Барнауле. Кроме того, в городе выпускали дизели для танков Т-34 «Ткань» и не только. Кстати, название города трудовой доблести претендует и еще три алтайских города. К ним относятся у нас, естественно, Бииск, Новоалтайск и Рубцовск. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. По максимуму отработаем, подготовим все документы и, естественно, будем сопровождать в случае каких-то уточняющих вопросов со стороны Академии наук или следующих инстанций, где будет этот вопрос рассматриваться. А уже совсем скоро станет ясно, где именно в Барнауле установят стелу города трудовой доблести. Изначально жители краевой столицы предложили 23 варианта, однако сейчас рассматривается уже 11 мест. Среди них Нагорный парк, площадь Октября, проспект Строители и другие. Добавим, теперь в Барнауле, как и в других городах трудовой доблести, будут пускать праздничные салюты 1-9 мая и в День города. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.